МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте настраиваться на активные и эмоциональные выходные, поэтому пристально взглянем на афишу грядущей субботы и воскресенья. В спортивном комплексе «Старт», что в местечке Боленок, в субботу будут проходить соревнования по самбо на кубок командующего ВДВ. Начнутся они в 10.00. А спортивный зал «Железяка» будет отмечать свой день рождения. Сделать это лучше всего состязаниями, решили организаторы. Состязаниями по становой тяге и жиму лежа. Участвовать смогут и мужчины, и женщины. Вход свободный, обязательно нужно посетить. Если не поучаствовать, то хотя бы посмотреть. Также в грядущие выходные в спортивном комплексе «Энергия» будут проходить соревнования по баскетболу среди женских команд в рамках первенства России. Еще соревнования, но уже по волейболу, будут проходить в спортивной школе номер 3. Это будут состязания для ветеранов. Старт в 10.00, обязательно заскочите хотя бы на минутку. Еще о мероприятиях культурных и спортивных расскажем поподробнее. А пока небольшая пауза. С 25 января с 11.00 мы приглашаем наших жителей и гостей города посетить выставку «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны». Выставка продлится до 31 марта, и это, скорее всего, впервые эти художники посетят наш город. На выставке будет представлена репродукция этих работ техники «Жекле», поскольку не стоит и забывать о том, что работ этих художников на самом деле не так много, и все они разбросаны по лучшим музеям всего мира. Открыта регистрация на первый в городе детский игровой квиз «Литл Джи» от интеллектуального барного клуба «Джи Пойнт». Подать заявку могут школьники среднего и старшего звена. Им предстоит проверить свою эрудицию, а также логику и общий кругозор. Организаторы обещают, будет весело и познавательно. Игра пройдет в баре «Дудки» 3 февраля в 12.00. Регистрация продолжается. Задумайтесь об отдыхе заранее. Там могут участвовать дети от 12 до 17 лет. Обязательно в каждой команде должен быть совершеннолетний куратор. Это очень хорошо для детей, поскольку это умный отдых. Это не сидение в гаджетах дома, как обычно сейчас проводят дети. А именно они будут общаться, они будут собирать команды из одноклассников, либо из своих кружков и узнавать новое что-то. Грядущие выходные будут очень тусовочными, потому что у самой яркой прослойки населения у студентов профессиональный праздник. Он начнется 25-го числа и закончится в воскресенье 27-го. Обязательно нужно все три дня носить с собой студенческие, потому что по ним будут скидки в развлекательных и ночных клубах. Кроме того, интересные мероприятия будут проходить и во всех вузах региона. А тем, кто хочет провести время с пользой, стоит отправиться в Плёс. Там, в горнолыжном комплексе «Миловка», будет проходить студенческий фестиваль. Будут лыжные заезды, спуск с самой высокой горы, также будет организована фото-зона, много будет вкусных угощений и различных конкурсов. Одевайтесь потеплее. Начало в 13.00. 27 января в час дня в арт-мастерской «Время чудес» пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки «Антистресс». Его проведет опытный автор-кукольник, участница международных конкурсов, дипломант конкурса «Кукла года» Валентина Марычева. Пригласаются все желающие старше 10 лет, независимо от их навыка владения каким-либо творчеством. Стоимость участия – 300 рублей. Мы привыкли ходить в кино, чтобы посмотреть фильмы. «Люманфильм» предлагает послушать музыку и заодно оценить настоящее шоу мирового уровня от суперизвестной корейской группы. Концерт на Олимпийском стадионе в Сеуле. Только один день и только один показ. 27 января на базе Дюстыша будет проводиться Всероссийская лыжня ДСАФ России. Она начнется в 10.00. Приглашают туда молодежь, взрослых, любого возраста принять участие. Это будет сдача норм ГТО по возрастным группам. Будет интересно, замечательно в том плане, что лыжню подготовили, все готово. Мы рады приветствовать в преддверии Всероссийской лыжни. Мероприятий настолько много, что мы продолжаем скользить по афише. В выходные в Тейкове в городском карьере пройдут состязания по мотокроссу. Они начинаются в 9 утра, и это будет уже четвертый этап полюбившегося ивановцам состязания. Пройдут они при любой погоде, потому что экстремалов совершенно не смущают ни низкие температуры, ни, конечно же, большое количество снега. Так будет даже интереснее. А тем, кто любит кинологический спорт, стоит отправиться в выходные в деревню Малинки. Там в 10 утра стартуют состязания по аджилити. Будут проходить и соревнования по лыжным гонкам. Это будут массовые заезды. Пройдут они в выходные в Родниковском и Фурмановском районах. Тем, кто любит классическую музыку, стоит остаться в областном центре для того, чтобы посетить координационно-методический центр, и там пройдет музыкальная гостиная. Можно будет услышать лучшие образцы классической музыки. Если мы забыли о чем-то рассказать или не успели это сделать, обязательно пишите и звоните нам. Веселых выходных! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова